Кризисный центр для женщин. Здравствуйте! К нам в кризисный центр всегда обращались и будут обращаться женщины в ситуации насилия. Если посмотреть на статистику обращений кризисного центра, мы можем говорить о том, что самое большое количество запросов к нам поступают по вопросам партнерского насилия. Это больше 50 процентов. Независимо, в разные годы у нас было совершенно разное количество обращений. Когда я только приходила в организацию, к нам обращалось 2000 женщин в год. Это была большая цифра и мы гордились тем, что мы оказали помощь такому количеству людей. Сейчас мы ежегодно к нам обращаются более 10 тысяч женщин в ситуации насилия и эти женщины получают помощь очную у психологов и юристов и более 100 тысяч получают консультации, пользуясь нашей автоматизированной системой. В кризисном центре мы сталкиваемся с тем, что при первичном обращении женщины вообще не понимают, в какой ситуации они находятся. Иногда даже те, которые подвергаются физическому насилию, не понимают, что они подвергаются такому виду насилия. И уж точно не знают, куда идти, в первую очередь, как им быть. В кризисном центре мы помогаем разобраться с этой ситуацией и помочь им правильно сократить время для получения помощи и сделать такие действия более эффективными. Для того, чтобы оказывать помощь, у нас работает телефон доверия, где консультируют психологи. Работает онлайн приемная, где также консультируют психологи и юристы. Также мы предоставляем юридическую и адвокатскую помощь нашим клиенткам. Два года назад мы получили президентский грант, который касался и был направлен на подготовку кризисных психологов, благодаря чему мы смогли подготовить профильных специалистов, узкоспециализированных, для оказания помощи пострадавшим от насилия. В кризисном центре женщины, пережившие домашнее насилие или находящиеся в ситуации домашнего насилия, могут получить юридическую помощь, в том числе консультацию, могут получить помощь в виде сопровождения их дел в правоохранительных органах или судах. Также мы можем помочь составить заявления, соответствующие как в полицию, так и в суд. Кроме оказания прямой помощи женщинам в ситуации насилия, наша организация занимается информационными компаниями. Мы стараемся как можно больше людей проинформировать о том, что помощь есть, она доступна, и мы очень хотим, чтобы каждая девушка знала, что если ей кажется, что в ее отношениях происходит насилие, ей не кажется, и она бы быстрее могла обратиться к нам. Нам можно позвонить на горячую линию, написать на онлайн-приемную психологам или юристам, а также мы принимаем обращения в социальных сетях. Я работаю на телефоне доверия и в онлайн-приемной. Работая на телефоне доверия, мы оперативно отвечаем на звонки обратившихся женщин, пострадавших от партнерского насилия, и проводим с ним первичное консультирование, и затем при необходимости записываем их на пять бесплатных онлайн-консультаций. Мы, подобно скорой помощи, оперативно с первых минут разговора оказываем поддержку, а также стараемся расставить приоритеты и уже по конкретным вопросам проконсультировать. Также в кризисном центре у нас есть психолого-юридический сервис, это когда психологи работают вместе с юристами, и в любую из суббот женщина может позвонить и получить консультацию обоих специалистов. Также пострадавшим женщинам мы предоставляем пять очных консультаций психологических, бесплатных. В случае, если женщина пострадала недавно от насилия, также находится в кризисной ситуации и у нее есть угроза жизни. Мы также помогаем в организации экстренных убежищ для тех женщин, которые столкнулись с ситуацией насилия и нуждаются в том, чтобы экстренно, быстро, без сбора дополнительных справок и документов покинуть небезопасное место. Для этого мы сотрудничаем с сетью отелей, которые предоставляют им так называемые горячие койки. На нашем сайте в разделе «Пострадавшим» круглосуточно доступны материалы нашей онлайн-платформы «Полина». «Полина» – это электронная платформа, которая позволяет достаточно быстро и в сжатом виде получить информацию женщинам, пережившим или находящимся в ситуации домашнего насилия. Как обратиться в полицию, как обратиться в медицинское учреждение, как правильно зафиксировать телесные повреждения, сколько времени должна длиться проверка, что они могут получить по результатам такой проверки. В кризисном центре наши специалисты помогают справиться с любыми формами насилия. И мы считаем, что обратиться за помощью никогда не рано. Главным месседжем, который наша организация пытается донести, является то, что если вам кажется, что в ваших отношениях что-то не так, вам действительно не кажется, и, пожалуйста, обращайтесь, получайте помощь. Мы действительно всегда рады помочь.